Мотор. Дошел. Не дышим. Петчуна, мотор идет. Покачивай. 34-1-1. Художник. Начали. Это история о тяжелой работе над собой и испытаниях, через которые необходимо пройти человеку, чтобы исправить ошибки в своей жизни и сохранить себя. Главные герои Андрей и Надя отправляются в поход, но теряются в тайге. Оказавшись на грани жизни и смерти, они по-настоящему узнают друг друга. Экстремальные условия освобождают героев от комплексов и условностей, в которых они запутались в обычной жизни. У главной героини Татьяны Полосиной, актрисы из Москвы, это первая роль в полнометражном фильме. Говорит, даже полезно поразмышлять на тему семейных ценностей, испытаний и соблазнов. Есть какие-то качества, точно присущие мне. Есть иногда какие-то смешные штуки у Нади, которые тоже присущи, но надо покопаться и вспомнить, что они у тебя есть. Но как-то в целом это близко. Но при этом есть какие-то очень сложные моменты, когда надо подумать. Но есть откуда копать. Мы очень сильно устаем. Это, наверное, очень хорошо для кино, для этого, потому что наши герои действительно очень сильно устают. Ну или там, допустим, в кадре будет сцена 20 секунд в воде ледяной, а мы в ней целый день проводим. Длительные переходы. Мы вот пять дней в палатках жили, мы в тайге. Тоже через два дня улетаем на кораблу. Там будем дня четыре жить в палатках. Ну как, ну, не знаю. Круто, здорово. В съёмках фильма принимают участие и сотрудники парка Иргаки. Госинспектора этой заповедной территории, как никто другой, знают. Здесь каждый таёжный уголок. В этом фильме я играю роль простого лесника, проводника и такого закоренелого таёжника, который всё знает, все тропы, повадки, зверей, птиц. Да, 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 такая крупность. Только единственное, что нам надо, Аня, обязательно иметь по левому краю красный рюкзак, акцентный, да, со стороны Антона. Режиссёр Тимофей Жалнин из Санкт-Петербурга три года работал над сценарием ленты. Столько же времени подбирал актёров. От съёмок в европейской части России отказался сразу. Говорит, там нет настоящей тайги, как здесь. Красивая, суровая. Признаётся, если уж вводить природу третьим действующим персонажем, то делать это надо именно в нетронутом уголке Иргаков. Несколько историй в основу легло, потому что меня с детства дед водил по тайге много, и мы ходили в разные походы, и слушал, слышал от разных людей разные истории. И как бы собрал из разных историй выживания и вообще жизни в тайге вот такой общий сюжет какой-то. Съёмки в парке Иргаки продлятся до конца июля. Некоторые сцены фильма планируют снять в Туве. Интерьерную часть художественной ленты в Карелии. Премьерный показ молодёжной приключенческой драмы «Двое» состоится уже в следующем году. Ольга Максюшина, Алексей Фролов. Новости. Субтитры подогнал «Симон»